Покупателей в начале лета так и тянет на клубничку. Самарские рынки заполнены ягодой из Краснодарского края и Крыма. Заморскую сейчас не сыскать днем с огнем. Продавцы это связывают с карантином. Неделю назад цена на клубнику на рынке в среднем упала с 400 рублей до 350. Продавцы говорят, это сразу же повысило спрос. Нина Носкова рассказывает, покупает клубнику в этом сезоне впервые. Говорит, хочет побаловать внуков, которые придут в гости. Своя начинает петь, но она еще не совсем. А ко мне сейчас внук придет, но у меня еще через 3-4 будет. Очень вкусная клубника, да. Брали не один раз уже. А цены вообще кусаются? Не сильно кусаются, но нейтральны, цены хорошие. Турецкую египетскую я стараюсь не брать, это лучше на крайнем случае, если что-то надо украсить где-то. А стараюсь брать, чем ближе к месту обитания, тем будет лучше. Но она слаще, она вкуснее. Посмотреть, понюхать и попробовать – это самый надежный способ выбора клубники. Хорошая ягода должна быть сорванной не более двух суток назад и не храниться в холодильнике в течение этого времени. Иначе она теряет свои вкусовые качества. Лучший советчик, как правильно выбрать ягоду – это, конечно, продавец. Только он знает, каким хитростям порой прибегают коллеги по цеху, чтобы продать некачественный товар. В первую очередь, чтобы она должна быть, во-первых, свежая, это очень важно. По ней всегда видно, по цвету, по пятнам и так далее. Важно смотреть до дна чашку. Если продавец уверен в своем товаре, он предложит высыпать. Если он уверен во вкусе, он предложит попробовать. Вода всегда в запасе есть. Поэтому и сорта, очень важно сорта. Есть определенные сорта, вытянутые. Они очень сладкие, очень вкусные. Визуально смотришь, чтобы она была симпатична. А внизу, чтобы она была не мокрая, то есть она не влажная была. То есть она дольше будет хранична. И все. То есть это обручивает качество. То есть визуально, качество и цена. Три золотых показателя. И поэтому выбираем. Не вся ягода, которая красуется на прилавках, полезна для здоровья. Все производители клубники хотят вырастить яркую, блестящую и большую клубнику. А потому порой злоупотребляют удобрениями. Чтобы проверить, не переборщили ли производители с минералами, нужно разрезать сухую ягоду и приложить к срезу салфетку. Хорошая клубника оставит ярко-красный след. А перекормленная ягода – бледный, еле уловимый по контурам. Уже через неделю на прилавках появится местная ягода. По словам экспертов, она и слаще, и безопаснее. Елена Малютина, Константин Головин. События. Елена Малютина, Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok.